Вот лет 12 назад спичрайтеры Путина забрендировали выражение «духовные скрепы». И кажется, только сейчас, глядя шоу Владимира Славьева, я все-таки начал понимать, что они имели в виду. Вот об этом духе, об этой духовности говорят по телевизору каждый чертов вечер. Каждый чертов вечер с Владимиром Соловьевым. Вот они, какие духовные скрепы. Если бы таковых не было, то Владимиру Соловьеву, Соловьеву духа, каждый вечер приходилось бы по часу тупо молчать, просто потому что у него не было бы темы, чтобы говорить. Вот разогнешь эту скрепочку, и буклетик из страничек нравственности просто развалится на страничке. Так что, возможно, пришло время, чтобы серьезно поговорить о том, чтобы гомосексуализм и все производные от него обзывательства сделать краеугольным камнем российской государственности. Ну или духовности хотя бы. Это классический русский идиотизм. Что скажем так? Все на русском, а что не на английском, на французском, на немецком? Что не знаете языков? Да. Ой, в общем, простите, сегодня я несколько в необычных декорациях, как вы, возможно, заметили. Ну и вы меня поймите. Поездка в отпуск, и даже в деревню, это совсем неуважительная причина для того, чтобы проводить неделю без зомбоящика. Поэтому я буквально для вас записываюсь в заваленке. И сегодня я вам покажу, как фанаты войны на зарплате, которые содержатся у госбюджета на высоком довольстве, находятся в конфронтации с фанатами войны на зарплате у госбюджета, у которых довольствия поменьше. Один курский жулик, антисемит, абсолютное ничтожество. Как говорится... А теперь, дорогие друзья, мы приглашаем вас в путешествие. Меня зовут Илья Шапелин, вы смотрите Зомбоящик. Ну и, понятное дело, ставьте лайки для того, чтобы просмотр был приятней, а у этого видео стал побольше охват, и он добрался до новых зрителей, помимо вас жадничайте. Ну, наливайте чаек, все такое. В ближайшие 15 минут посмотрим на телевизор, не получив от него ударного излучения. Сообщество взмахивания рукой от сердца к Путину, ну и к войне, соответственно, причудливо и загадочно. Так и хочется сказать словами теленатуралиста Николая Дроздова. Хочу вам рассказать о том, как все-таки обращаться с дикими животными, если вы их не очень хорошо знаете. Например, змей. Хотя, казалось бы, они все приветствуют Путина одинаково бодро, иногда даже с двух рук, но есть, как известно, нюансы, которые ведут к жарким баталиям, непримиривым противоречиям. Ну, разумеется, как можно быть примиривым людям, которые все время за войну. Я заранее вывожу всех этих крипто-хохлов с нашей информационной поляны. Эти люди, рядящиеся в одежду патриотов, такими и близко не являются. Зет-блогеры, которые чуть меньшим подчинением находятся у государства, сетку Соловьева и телеканал Соловьев Лайф попросту презирают. Некоторые это делают на постоянной основе. Охрана-то разжигает просто змериную ненависть по отношению к донецким. Обзывают южно-русскими х**лами недоделанными, там генетика тут людей не та, что они тут еще вещают. Целенаправленно разжигают ненависть. Вот как раз недавно старик Соловьев расчехлился и заявил, что его не устраивают вообще все украинцы, даже те, кто якобы ждет обещанного и хваленого русского мира. Иуды есть иуды. Я тут только до себе, у меня вера есть, у меня сяло есть, я никому ничего говорить не буду, я представитель русской культуры, горилку. Поэтому политический процесс пока на Украине невозможен. Это все неприемлемо. Это неприемлемо. Я не видел ни одного партизанского отряда на Украине. И, кстати, не забывайте, что Владимир Соловьев в украинцы записывает просто всех по одному всего лишь параметру. Этот человек должен не нравиться Владимиру Соловьеву. Вот, Ники, если единственное, что вы можете мне сказать, что не порты, а порты, то идите нахрен. Так я понятно сформулировал? А в слове «хрен» ударение поставил правильно? Нахрен пошел? Кстати, у тебя еще и аккаунт закрыт, хохлецкая тварь. Вот так легко можно оказаться в списке братского народа. Часть Рудольфовича и его подчиненных частенько не особенно радуют заткнутых авторов телеграм-каналов, которые чуть ближе к фронту. Особенно, когда сидящие в уютных, теплых студиях соловьевские выкормыши учат, как правильно на фронте умирать. Мы преувеличиваем значение жизни. Люди, особенно мужики, всегда рождались и воспитывались с единственной мыслью. Главная доблесть, главная цель мужика. Так меня учили с 17 лет. Это отдать свою жизнь за родину. И почему-то далеко не всех зетников впечатлил этот патриотизм за чужой счет. Вот же мудила соевый корноухов, чтобы он так своему сыну сказал, свинья больная с микрофоном. Интересно, сколько еще таких недоумков в наших медиа? Говнюк ты, корноухов. Ну и в чем она теперь не права? Ну, надо сказать, что первый-то это придумал непосредственно начальник корноухова Соловьев. Так что, отвечая на вопрос, как минимум парочка-то найдется. Вообще жизнь сильно переоценена. Так что, вероятно, все эти эпитеты можно применить и к нему. Ну, а можно какие-то другие. Благо, с эпитетами у них вообще проблем нет. Свинья собака, Борис и Акименко. Зэд-рэпер Аким Апачев, про которого мы узнаем прежде всего по нытью Акима Апачева, а не по его рэпу, по нытью, что он никому не нужен. Вот он, конечно, далеко не единственный, кому не нравится ведущий Соловьева Якименко. А уж самому Якименко не нравятся, да вообще все. Вот, например, этот гопник справа. А кто в середине? А в середине челночница Монтян. Вот этот верный слуга украинского режима, который сегодня изображает для себя российскую патриотку. Вот они, патриоты нынешней России, правда ведь? Вот этот выродок, обгадивший Лео Бакирию. Про Монтян я уже говорить не буду, и рядом что-то такое поэтическое. И нынче, кстати, Апачеву мне доволен еще одна звездочка с ЛВФ Лайф, Гаспариан. Рэпер Апачев, я не знаю, может он так троллит, хотя вряд ли. Рэпер Апачев говорит, а давайте сделаем аналог порнохаба и всем солдатам премиум доступ. Нет, это все бы ничего, он тут просто рассказывал за два дня до этого, как он был в православной дружине. Да уж, как-то неловко вышло. Это охрененно православный вариант развития событий. Иногда проскакивает легкая надежда, что между военблогерами и Соловьевскими установится мир и гармония. Я потихоньку начинаю менять свое отношение к федеральным СМИ. А дело в том, что летом Соловьевич Корнаухов взялся нахваривать в эфире Соловьев Лайф зет-блогера Егора Гузенко по кличке Тринадцатый. Тринадцатый, позывной у этого парня. Полиция его ищет, он в федеральном розыске. Просто Тринадцатый и так на фронте. Зачем его искать? То есть в отношении таких людей, я думаю, что должна быть группа, которая занимается такими пацанами и помогает им преодолеть те перипетии, в которые они попали. Впрочем, после того, как этого Тринадцатого арестовали и посадили в СИЗО, больше на Соловьев Лайф Егор не защищают. Видимо, придется ему снова разочаровываться в федеральных СМИ. Тем более, в последнее время на Соловьев Лайф есть темы поважнее. Большой любитель себя известен только тем, что раньше был ментом, потом получил уголовные статьи, зарегистрировал все, что мог, и разбогател только, когда стал оказывать гуманитарную помощь. Гуманитарную. Чего-то мне отвечает еще что-то. Про чиновники говорят. А ты сам-то кто? Тоже мне в FIFA, штимп, ядреный клаузерец. Чудесная трель Рудольфовича посвящается военблогеру и советнику в Рио губернатора Куртской области Роману Алехину. Роман Алехин купил себе машину за 6 миллионов рублей. До войны он жил с мамой в съемной квартире. Который так волонтерил для фронта, что заработал себе 6 миллионов на новую машину. Это кто? Что это за мультимиллиардер, который поднялся только сейчас, когда стал деньги собирать на помощь фронту? Часть на фронт? А сколько себе в карман? Напомню, что вот нас реально проверяют. Да, разумеется, все дело в том, куда и кому донатят люди и кто эти деньги делит. Особенно с тех пор, как Соловьев завел себе свой собственный благотворительный фонд. Ну вы помните. У нас теперь на канале Соловьев Live, у нас есть теперь СВР. Вот СМИРШ фронт. Сейчас подождите, я уже прям от эмоций как бы, да, если честно, немножко запуталась от СВР фонд. Правда, по большей части этот благотворительный фонд благотворит саму Владимиру Соловьеву. Сотрудники Рудольфовича рекламировали СВР фонд с утра до вечера последние два года. Правда, в итоге оказалось, что фонд финансирует кино самого Соловьева. Это, кстати, вполне себе официальный вид деятельности фонда. Ну то есть вы понимаете, деньги собираются для того, чтобы помочь нашим ребятам на фронте. Но на самом деле наш парень на фронте это Владимир Соловьев, который получил конский гонорар за то, что в очередной раз съездил в пиар-поездку для Министерства обороны Российской Федерации. Но ведь это совсем другое дело. Пулять деньги на фильмы про американских президентов – это куда патриотичнее, чем покупать на них машину за 6 миллионов рублей. Тем более с машинами у самого Соловьева полный порядок. Но возвращаясь к теме противостояния охранителей Соловьевцев и Z-блогеров из телеграм-каналов, нельзя не упомянуть персонажа, который бьет все рекорды по ненависти к себе. И что вы думаете? Повыскакивали вот эти вот все. Ну, во-первых, сразу мне сказали, что я богомерзкая хохлуха. Ну, в качестве первого и главного аргумента. Ну, говорит, ты наша с Украиной, что вы от нее хотите? Ну, это первое. Второе, мне почему-то заявили, что мой моральный отец – это Бандера. Любому украинцу на службе из Кремля, разумеется, Z-блогеры рано или поздно припомнят его происхождение. Денсификаторы все-таки. Но, видимо, у Юлии Витязевой развился на этом фоне мощнейший комплекс. Например, свою родину, Украину, где она жила до 2015 года, Витязева упорно называет хутором. В ее телеграм-канале это слово встречается 938 раз. И это не про сельское хозяйство. Ну, еще бы этот комплекс не развился, вот даже Гаспарян по итогам очередной серии «Грызни Витязевой с блогерами» был вынужден признать. В каждом посте Юлю называете беглой хохлухой, которую нужно депортировать из России. Ну, неожиданно куда-то делось солнце, но у нас есть фонарик, так что не переживайте. Так вот, на этом фоне Витязева старается только сильнее. Возможно, вы помните, как она фантазировала очистить свой родной город, Одессу, от людей. Вот мне жалко Одессу как город. Мне жалко архитектуру. Да, мне жалко знакомые из детства вот эту булыжную мостовую. Вот если бы мне сейчас сказали, поехать хочешь в Одессу, я бы сказала да. А ты жалко у булыжника людей. При одном условии, что Одесса будет пустой. Но ничего из этого, конечно, не поможет стать своей, если ты регулярно нападаешь на других зетников. А им есть что делить. Витязева и агитационные ролики постила, где вэнкоров обзывают псевдоэкспертами. А еще можно подсесть на непроверенную информацию от псевдоэкспертов. Соблюдая информационную гигиену, чтобы сберечь себя. Сейчас время, когда нужно быть начеку. И на Z волонтеров прыгала. Одна из волонтерских групп собрала 4 миллиона рублей на покупку пикапа. Не ребят на фронт, а себе, чтобы возить гуманитарку. Это плевок во всех тех ребят, которые у нас, вот лично у нас, у нашего фонда, стоят в очереди на буханке. Буханка стоит, ну более-менее приличная стоит, ну 200 тысяч максимум. И это уже не говоря о том, что персонально ей приписывают доведение до самоубийства военкора Мурза. Униан, новостное агентство Украины, берет скрин-поста некого Мурза, большого друга Татьяны Монтьяны, ее там, фаворитов, пишет. С октября, от Невельского до Новоселовки. 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. И около 300 тысяч единицы выбитой бронетехники. Это вредительство. А сама эта дама всегда знала, как правильно писать посты. И главное, как правильно собирать на гуманитарку. Вы помните, я к вам обращалась в мае месяце с просьбой, что нам нужен компьютерный томограф. Мы половину благодаря вам собрали, а еще половину наш фонд. Каждый месяц по 300 тысяч выплачивает рассрочку. Но есть разница между компьютерным томографом, через который каждый день проходят сотни бойцов, и пикапчиком для волонтеров. Да, Витязева не стала терять время зря. И зачем отставать от начальника Рудольфовича? Тоже стала собирать деньги в благодарительный фонд имени себя. Нужна помощь медикам в деле спасения жизни и здоровья наших раненых бойцов. На сборы неделя. Заранее всем огромное спасибо. БФ помогаем нашим. А иногда и просто так на Сбербанковскую карту. Объявляем вечернюю акцию сбросить хвосты. Что такое хвостик? Хвостик — это остаток на вашей карте. До любого круглого числа. Размер комфортного хвостика вы определяете сами. Объявляем вечерний сброс хвостиков открытыми. Удивительно, но самый большой скандал разыгрался вокруг Визевой не из-за драк в телеграмме за донаты на так называемую гуманитарку. Как-то раз она решила высказаться по теме русских националистов. Потому что вот эти вот все эти призывы — так, государство нас не защищает, а ну давайте-ка объединяться в общинам. Какие общины? Сама вообще подходили или что? И, разумеется, ей тут же прилетело от гордых представителей страны, боюющей с фашизмом. Я открываю свой телеграм-канал, и я понимаю, что я просто звезда ультрарадикальных, националистических и порой даже нацистских пабликов. Телеграм-канал «Русская община» выбросил в сеть на публику, сводный пост, где он собрал самые, мягко говоря, некрасивые высказывания обо мне. То есть и с пожеланиями быть изнасилованной, и с призывами отправить меня на Украину. Прилетело так мощно, что Витязевой даже пришлось делать специальное заявление, что из России она больше ни ногой. И из страны я не уеду. Надо же, как некоторые все еще ведутся на новости из аккаунтов какого-то унылого идиота. И своей журналисткой деятельностью заниматься не перестану. И помогать нашим мы будем до тех пор, пока эта помощь будет необходима. Насчет журналистской деятельности пока вопрос. Ведь на Соловьев Live Витязева примерно с тех пор и не появляется. Последний эфир она провела в конце июля. Зато вот сборами действительно занимается и вполне себе активно. Тут-то и выяснилось, что наша волонтерка, которая мочила конкурентов срочно сборщиков, сама занимается ровно тем же самым. Ее очередной сбор на рации морпехов попался другим зетникам. На скриншоте изображены рации Баофенг, которые на фронте не нужны от слова совсем. Ни один боец в здравом уме не будет ими пользоваться в боевой обстановке, так как они абсолютно не имеют защиты от перехвата. Вскоре на канале Витязевой появилось видео с благодарностями от военных. От лица личного состава 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, действующей на Курском направлении, благодарим Юлию Витязеву и фонд «Помоги нашим» за Баофенге. Враг будет разбит, победа будет за нами. Только вот незадача. Она тут же была поймана за руку военблогерами. Вот то самое занимательное видео с благодарностью Витязевой и фонду «Помогаем нашим» и «Споем и спляшем». Якобы от лица бойцов 155-й бригады морской пехоты. В бригаде этих людей не знают. История весьма мутная и откровенно гнусная. Ох, будьте осторожны, не поверите, война убивает. Друзья, вот вы и закончили просмотр программы «Зомбоящик». Здесь стало уже довольно холодно, солнце ушло. Но тем не менее, я продолжаю находиться с вами в этой трансляции. И благодарю всех, кто поставил лайки, кто посмотрел до этого места, кто ждет следующего выпуска. А, чуть не забыл, вот они! Это патроны программы «Зомбоящик». Это замечательные люди. Я каждого из них готов расцеловать, но не имею такой возможности. Так что просто скажу им спасибо и приглашу других зрителей, у которых есть такая финансовая, техническая возможность. И главное желание, если вы захотите, присоединиться и помочь выходу программы «Зомбоящик» из любых условий и строго в один день недели. В четверг или пятницу, если не получилось в четверг, как сегодня. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok